Наурыс это начало Восточного Нового Года, поэтому начинать новое дело в это время хороший знак, говорят Аксакалы. В Усть-Каменогорске к старшему поколению прислушиваются. В дни праздника там запланировано открытие бумажной фабрики и медицинского центра. Ну а сегодня в Восточно-Казахстанском регионе запускают фармацевтическое мини-производство. На торжественной церемонии присутствует наша съемочная группа. Анель Исинбердина уже готова поделиться подробностями. Анель, здравствуйте, вам слово. Добрый день. В Усть-Каменогорске еще на одно производство стало больше. В областном центре Восточного Казахстана начали выпускать различные медицинские препараты, которые обычно не производятся крупными заводами. Буквально несколько минут назад перерезана традиционная ленточка. Состоялось открытие фармацевтического цеха специально на Урызу. Но работа здесь началась еще с самого утра. Новое производство, хотя и небольшое, но очень скоро заявят о себе, потому что здесь выпускают очень востребованную продукцию. Различные растворы, к примеру, фурацелина, эуфелина, натрия, кальция, хлориды, глазные капли и лекарственные средства по индивидуальным рецептам. Различные порошки, мази, микстуры. Главная цель – сделать все эти препараты доступными для населения. Уже подсчитано, что открытие нового производства позволит снизить цены на эти препараты в среднем на 40%. Рядом со мной сейчас находится генеральный директор предприятия Толиген Сагатов. Толиген Ашимович, расскажите, как вам это удалось? Исучив рынок фармацевтики в Казахстане, мы решили открыть цех по производству лекарственных средств. Так как у нас есть технологии с высшим образованием, очень высококвалифицированные, транспортные средства в Казахстане дешевле, ингредиенты намного дешевле, чем за рубежом, мы открыли такой цех. Так как мы в Казахстане поддерживаем, что же делано в Казахстане, поэтому мы обратились акционерам общего дому по кредитованию. Под 7% нам выделено 14 миллионов, из них 7% гасит государство. Огромное спасибо нашему государству, которое оказывает помощь таким предпринимателям. И в преддверии Науроза мы решили открыть такое предприятие, чтобы нашему народу, нашему населению было доступно и качественные лекарственные препараты. Спасибо, Толиген Ашимович. А в целом по Усть-Каменогорску, по дорожной карте бизнеса в этом году реализуется еще 188 проектов на общую сумму 40 миллиардов тенге. Лаура? Да, благодарим вас за информацию. Напомню, Анель Ясенбердина, моя коллега, только что передавала с места открытия фармацевтического цеха из Усть-Каменогорска. Продолжение следует...